Сегодня день российской науки. Сотрудничество Академической науки и промышленного производства, проект, задуманный в «Газпроме», сегодня реализуется на базе предприятия надымских газодобытчиков. За науку в компании отвечает Инженерно-технический центр. Один из его ярких представителей – Алексей Ильин, кандидат геолога минералогических наук, начальник службы разработки месторождения и геолого-разведочных работ ИТЦ в нашей студии. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Здравствуйте. Инженерно-технический центр давно ведет совместную работу с Сибирским отделением Российской Академии наук. Как вы оцениваете такое взаимодействие академической науки и производства? С Сибирским отделением Российской Академии наук мы разрабатываем технологию экспресс-диагностики генезиса жидкости, поступающей из скважин. Сплав фундаментальных знаний и производственного опыта всегда дает хорошие и положительные результаты. Стоит надеяться, что эта работа не станет исключением. Шесть лет назад вы защитили кандидатскую. Предмет исследования до сих пор в зоне вашего внимания или вы выбрали новую тему для исследований? Исследование недр – это достаточно интересный и длительный процесс. Объектом моих исследований являлись нацинаманские залежи природного газа. В настоящее время газодобывающие предприятия группы компаний «Газпром» и, в частности, наше общество проводят геолого-разведочные работы на эти залежи. И, конечно же, меня интересуют результаты этих исследований. Коллектив ИТЦ точно самый научный в «Газпром» добыче на дым. А есть ли надежда, что он пополнится новыми именами? И вообще, как ведется работа с перспективной молодежью? Конечно, такая работа ведется. И я хочу отметить, что не только в инженерно-техническом центре. Наше общество регулярно устраивает молодежные научно-практические конференции, в рамках которых молодые специалисты общества докладывают о своих результатах научной и производственной деятельности. Постоянно и регулярно занимают призовые места. Это является доказательством того, что перспективная молодежь есть, и ее достаточно много. И что, ряды ученых пополнятся? Несомненно. Всем ясно, что наука – дело серьезное, требующее силы и внимания. А вот что дают такие занятия научной деятельностью? Тут вряд ли я отвечу и расскажу вам что-то новое. Понятно, что научная деятельность развивает кругозор, позволяет разбираться в сложных вопросах досконально и более глубоко. Другими словами, научная деятельность позволяет развиваться человеку, делать его труд более эффективным. Есть такой постулат в философии науки. Наука – дело коллективное. И чем больше участников этого процесса, тем выше результаты. С профессиональным праздником вас и спасибо за беседу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok